На минувшей неделе мы продолжали изучать премьеры пекинской выставки Авточайна. Не очень международного, но первого в этом году настоящего автосалона. Китайские проекты нынче удивляют не только дизайном, но и технологиями. Новинки – сплошь электромобили на перспективных платформах, с отменным запасом хода и планами по завоеванию мирового господства. Тем временем российский рынок подстраивается под новые правила распределения промышленных субсидий. Напомним, что компенсация утильсбора теперь зависит от баллов за глубину локализации. На практике это означает меньше марок и моделей при больших тиражах. Так новый Kia Sorento заменит сразу два предыдущих. Российская Hyundai Sonata перешла на производство по полному циклу. Тульский завод Хавейла тестирует сборку новейших кроссоверов H6. Материнский Great Wall возвращается в Россию с пикапом Wingle 7, а Opel пообещал привезти к нам обновленный кроссовер Crossland. Откроем китайскую тему маркой Beijing, то есть Пекин. Государственный холдинг-байк вывел ее всего лишь год назад, слив дочерние бренды Sinova и электрический BJ EV. Но планы грандиозны. Во всяком случае, концепт Radiance, то есть сияние, заставил удивляться мастерству тамошних дизайнеров. В салоне и вовсе неожиданное нечто, напитанное национальными мотивами. Правда, никакой конкретики создатели сияния не дают, кроме диаметра колес в 24 дюйма. Обещаны 800 километров пробега и автономность четвертого уровня. Так что эффектный шоу-кар имеет шансы навсегда остаться лишь ярким концептом, из которого вырастут более приземленные проекты. Марка Хунци, то есть Красное Знамя, славилась своими седанами и лимузинами для китайской партийной элиты. Машины ценой в несколько сотен тысяч долларов даже не поступали в свободную продажу. Однако время не стоит на месте, а одними членовозами сыт не будешь. Поэтому премию марка выпустила флагманский кроссовер, который предложат всем желающим. Впрочем, слово всем здесь не совсем подходит, ведь стартовый ценник новинки – 80 тысяч долларов. Самый дорогой Хунци рисовал бывший дизайнер Роллс-Ройса Джайлз Тейлор. И большой китайский паркетник выглядит, пожалуй, получше Калинина. Хотя по габаритам это все же разные машины. По формату новинка больше похожа на BMW X7. Впрочем, прямые параллели не имеют смысла, так как китаец имеет электрическую начинку. Пока для заказа доступен вариант отдачи 436 сил, у которого спереди и сзади установлено по одному электромотору. Но прямо сейчас готовится более мощная модификация. Запас хода отменный. С самой скромной батареи огромный кроссовер готов отмахать 460 километров, а с топовым аккумулятором больше 600. В продаже машины должны появиться до конца года. Китайская пресса уверяет, что электрический кроссовер предложат не только на рынке Поднебесной. Молодая марка Link & Co на прошедшем пекинском автосалоне выкатила концепт Zero, то бишь ноль. И его можно было бы оставить за скобками, ведь во многом пятиметровый хэтчбэк повторяет седан 0.3. Вот только стандартная внешность оказалась обманчивой. Под кузовом скрывается первая платформа компании Geely, созданная для электромобилей. Ее будет применять не только сама Geely и родственные ей марки, вроде Volvo и Proton. В планах компании продавать архитектуру всем желающим. Любопытная практика, не правда ли? Сам Link & Co Zero тоже любопытен. При мощности под 65 сил пятидверка выпуливает до сотни за 4 секунды. А запаса электричества хватает, чтобы разменять 700 километров. Но посмотрим, сохранятся ли такие характеристики, когда машина станет серийной. Тем временем бренд Link & Co выходит на рынок Старого Света с кроссовером 0.1. Из балованных европейцев китайско-шведская марка удивит бизнес-моделью. Никаких шоурумов, только подписка онлайн. За 500 евро в месяц подписчик получит машину с оплаченной страховкой и сервисом. В Европу поставят две гибридные версии – обычную и подзаряжаемую, которая на электротяге проедет до 70 километров. Чуть позже одноклассник Тигуана появится и в розничной продаже. Причем выдачей машин и обслуживанием займутся дилеры Вольво. А еще Link & Co, как Леня Голубков из рекламы АО МММ, предлагает подзаработать. Свою машину можно будет сдать в каршеринг. А почему нет? Ведь 96% времени частные машины банально простаивают без движения. Еще одна новость из Европы. Плановое обновление Jaguar XF. Снаружи седан и универсал почти не поменялись. Зато примерили совсем другой интерьер. Таким же убранством недавно похвастался кроссовер F-Pace. Центральное место занял изогнутый тачскрин медиасистемы диагональю больше 11 дюймов. А под замену пошли передние кресла, обивки дверей и передняя панель, не считая мелкой фурнитуры. На центральной консоли вместо физических кнопок появилась сенсорная панель с двумя вращающимися рукоятками. Их функционал зависит от выбранной вкладки меню. Это мы тоже видели на F-Pace. Из мелочей подметим системы активного шумоподавления и очистки воздуха. Вместо шайбы управления автоматом появился новомодный джойстик. А механических коробок нет. На пенсию отправлены и V-образные шестерки, ведущие свою родословную от фордовских моторов. Впрочем, технические обновки почти не касаются нашей страны. В Россию приедут только две версии седана – дизельная заднеприводная и бензиновая полноприводная. Продажи рестайлинговых ягуаров начнутся весной, а универсалов мы традиционно не увидим. Ассоциация Евронкап испытала системы активной безопасности и помощи водителю, созданные на основе адаптивного круиз-контроля. В тестах приняли участие 10 новых моделей, представленных на европейском рынке. Эксперты исследовали, насколько уверенно автомобиль поддерживает постоянную скорость, сохраняет безопасную дистанцию и придерживается центра полосы. Также специалисты оценивали реакцию электроники на ситуации, когда авария неизбежна. Оценки выставлялись по двум дисциплинам. Первая – за работу электронных ассистентов, требующих участия водителя. А вторая – за реакцию систем, которые активируются сами перед возможным столкновением. Оба результата суммировались. В итоге аутсайдерами рейтинга оказались французские малолитражки Renault Clio и Peugeot 208. Оценку удовлетворительно заслужил Nissan Juke, Volvo V60, Volkswagen Passat и Tesla Model 3. Притом умениями последней эксперты оказались сильно разочарованы. Единственный хорошист – Ford Kuga. Ну а лидерами ожидаемо оказались представители большой немецкой тройки. У Audi Q8, BMW 3-й серии и Mercedes GLE электронные помощники работают на отлично. Три года назад Opel выпустил первую модель на платформе концерна PSA. Ею стал компактный кроссовер Crossland X, который теперь пережил обновление, лишившись ненужной приставки X. У посвежевшей машины новый передок – оформленный подвизор шлема, где светодиодные фары соединены черной заглушкой. Кроме того, модернизация затронула подвеску, рулевое и, разумеется, медиасистему. И очень жаль, что опелевцы ограничились лишь десятком фотографий. Ведь в следующем году обновленный Crossland появится на российском рынке. В Европе Opel предлагает несколько вариаций трехцилиндрового бензинового мотора и полуторалитрового турбодизеля. О комплектациях для России говорить пока рано. Новый Kia Sorento приятно удивил ценами. Четвертое поколение оказалось всего на 25 тысяч рублей дороже третьего. Базовая версия с бензиновым мотором, шестиступенчатым автоматом и передним приводом стоит 2 миллиона 150 тысяч. В ней шесть подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, электропривод водительского сидения, светодиодные фары, датчики дождя и света, круиз-контроль плюс камера заднего вида. С полным приводом оснащение будет богаче. К подогревам передних сидений и рулевого колеса добавлен обогрев кресел второго ряда, багажные рейлинги, светодиодные противотуманки и передний парктроник. Второй силовой агрегат – это 200-сильный турбодизель нового поколения, с которым состыкован восьмиступенчатый преселективный робот. Такому кроссоверу вдобавок положена система выбора ездовых режимов. В базовой версии за 2 миллиона 600 тысяч есть кнопка запуска двигателя и бесключевой доступ, электропривод пятой двери и салон, обшитый искусственной кожей. А топовый Соренто стоит больше трех миллионов, а значит за него придется платить налог на роскошь. И это не предел. С обещанной V-образной шестеркой кроссовер наверняка будет стоить еще дороже. Освоив производство четвертого Киа Соренто, калининградский завод Автотор откажется от двух предыдущих поколений. Заметим, что вторую генерацию образца 2009 года столь долго выпускали разве что в России, причем по полному циклу со сваркой и окраской кузовов. Также на покой отправится Соренто третьей генерации, который с 2014 года продавался у нас параллельно с приставкой Prime. Одновременно на Автоторе начали выпуск рамного внедорожника Киа Махав. Модель пережила большой рестайлинг и теперь готовится бросить вызов бестселлеру рынка – Toyota Land Cruiser Prado. В России решили делать не только версии со сплошным диваном, но и с раздельными креслами сзади. Мотор всего один – это старый трехлитровый турбодизель, зато с восьмиступенчатой автоматической коробкой. Отметим, что корейцы сохранили прежний кузов образца 2008 года, но передние и задние части – полностью новые. Еще заметнее преобразился салон. Интересно, что Махав встретил ажиотажный спрос на своей родине, поэтому старт российских продаж неоднократно переносился. Цену, которая явно будет выше трех миллионов рублей, узнаем через неделю-другую. Новые правила распределения промышленных субсидий заставляют Автотор сокращать ассортимент и повышать локализацию выпускаемых машин. Теперь в Калининграде варят и окрашивают кузова седанов Hyundai Sonata. С этого момента модель получит подогрев форсунок омывателя и ручку крышки багажника. Начиная с комплектации Comfort доступны подогрев лобового стекла и электрический стояночный тормоз. В версии Style появится цифровая приборная панель. Пакет активной безопасности пополнит контроль встречного движения при повороте налево, а также напоминание о забытых на заднем сидении детях и вещах. Пересмотрены и комплектации. Скажем, для мотора мощностью 180 сил теперь будут доступны более простые и дешевые версии. Одновременно Hyundai запускает новую специальную серию с мультимедийным комплексом Яндекс.Авто, светодиодными фарами, контурной подсветкой салона, кожаной отделкой, электрорегулировкой водительского сидения и беспроводной зарядкой смартфона. Цены спецверсии пока неизвестны. Еще одна новость об отечественной сборке. Китайский Havail Motor после долгих переговоров с правительством все-таки заключил специальный инвестиционный контракт. Это значит, что компания обязуется повышать локализацию на заводе под Тулой в обмен на промышленные субсидии. Через два года Havailу предстоит построить моторный завод и в перспективе 90% машин тульской сборки будут оснащать российскими движками. Заодно наладит производство коробок передач, электронных блоков и систем управления. А пока на сборочной площадке под Тулой замечен кроссовер Havail H6 третьего поколения, которая дебютировала минувшим летом. Свежая модель догнала основных конкурентов по габаритам, а в салоне обзавелась 12-дюймовым экраном медиа-системы, виртуальной приборкой и проекционным дисплеем. Базовый полуторалитровый турбомотор знаком уже и россиянам, а вот старший двухлитровый – это абсолютная новинка. С обоими двигателями состыкован семиступенчатый преселектив. Привод – передний или полный. Great Wall возвращается на российский рынок. До кризиса 2015 года Великая Стена была одной из самых результативных китайских марок. В год россияне разбирали по 20 тысяч Great Wall, а рамный ховер в разных вариациях усложнял жизнь уазовскому патриоту. Однако затем все изменилось. После девальвации рубля компания Irita, российский дистрибьютор Great Wall, прикинуло, что ховеры должны подорожать до миллиона рублей. К таким ценам фанаты модели точно были не готовы. Но головной офис отказался давать скидки на машинокомплекты, из которых под Липецком собирали готовые автомобили. В итоге стороны разошлись. Irita свернула автомобильное направление, а Great Wall открыл собственное представительство, сделав ставку на дочерний премиум бренд Havail. Но до открытия тульского завода прошлым летом дела Havail шли вяло. В самом Китае дочерний бренд неистово наращивал обороты, а материнский Great Wall, напротив, тихонечко сходил на нет. И два года назад большие боссы решили перезапустить Великую Стену, переориентировав марку на производство пикапов. А для подтверждения намерений выпустили принципиально новый Wingel 7. Именно седьмой Wingel через неделю-другую начнут отгружать из Китая российским дилерам. У него передняя торсионная подвеска и жесткий задний мост на рессорах. Под капотом установлен двухлитровый турбодизель от дачи 143 силы, с которым состыкована шестиступенчатая механика. Но позже появится бензиновая альтернатива. К нам приедут только полноприводные варианты с жестким подключением передка, понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала. И никаких однорядных кабин. Заявлен лишь двухрядный удлиненный пикап грузоподъемностью чуть меньше тонны. Разумеется, торговать Great Wall'ами будут продавцы Хавейлов. Начальная комплектация оценена в 1 749 000 рублей. Интересно, что Wingel официально назван дебютной моделью, а значит последуют и другие. Например, более крупный пикап P-серии, только что получивший международное название Great Wall Power.